Совершенно секретно. Федор фон Бок. Мориц Альбрехт Франс Фридрих Федор фон Бок. Родился 3 декабря 1880 года. Погиб 4 мая 1945 года. Немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал, командующий группы армии «Центр» во время вторжения в СССР. Командовал наступлением на Москву осенью 1941 года. Биография ранние годы. Родился в Кюстрине, ныне Польша. В семье офицера Морица фон Бока и его жены Ольги. Урожден фоль Фальцинхайн, которая имела немецкие и русские корни. Отсюда русское имя Федор. Сестры Эриха фон Фальцинхайна, в будущем германского военного министра и шефа генерального штаба. Двоюродный брат Федора фон Бока служил морским атташе императорского русского правительства в Берлине. Род фон Боков делился, собственно, на пружскую и прибалтийскую ветви. Представители прибалтийской ветви принадлежали к российской аристократии. В 1898 году, после получения кадетского образования, назначен в чине лейтенантов 5-й пехотный гвардейский полк. В 1904 году Федор фон Бок стал батальонным адъютантом, в 1906 году полковым. С 1910 по 1912 год Федор фон Бок был откомандирован в Академию генерального штаба, после окачания, которое в звании капитана направлено в расположение генерального штаба. В 1913 году назначен главным интендантом гвардейского корпуса. Первая мировая война С сентября 1914 года капитан Федор фон Бок исполнял обязанности начальника оперативного отдела штаба гвардейского корпуса. Уже в сентябре 1914 года награжден Железным крестом 2-го класса, а в октябре 1914 года Железным крестом 1-го класса. В мае 1915 года переведен в штаб 11-й армии. С августа 1916 по март 1917 года начальник оперативного отдела штаба дивизии. В декабре 1916 года произведен в майоры. Затем на штабных должностях в гвардейском корпусе и группы армии кронпринца германского. Награжден помимо Железных крестов еще девятью наградами – австро-венгерскими балагарскими орденами. В апреле 1918 года за заслуги в конце хода немецкого наступления в Прикардии фон Бок был награжден главным прусским орденом. Между мировыми войнами В Веймарской республике, несмотря на сокращение немецкой армии по Версальскому договору, Федор фон Бок был оставлен в Рейхсфере. Служил на различных должностях, вплоть до начальника штаба округа. Затем командиром пехотного батальона. В звании полковника повышается до командирова пехотного полка. В 1929 году произведен в звании генерал-майора. Назначен командиром кавалерийской дивизии. В 1931-1935 годы, продолжая командовать дивизии, по совместительству командует военным округом. Получает звание генерал-пехоты. С 1933 года, после прихода к власти нацистов, сохранял нейтралитет в отношении нового режима. В 1935 году Федор фон Бок назначается командующим 3-м армейским корпусом и группой. В 1936 году женится, рождается дочь. 12 марта 1938 года, в ходе Анжелеса командовал 8-й армией, после чего получил звание генерал-полковника. Вторая мировая война Во время германского вторжения в Польшу в 1939 году Федор фон Бок командовал группой армии «Север». 30 сентября 1939 года награжден Рыцарским крестом. В 1940 году командовал группой армии «Б», которая с началом немецкого наступления на запад оккупировала Нидерланды и Бельгию. 14 июня 1940 года, после оккупации Парижа, Федор фон Бок принял парад вермахта у Триумфальной арки. 19 июля 1940 года, произведен в звании генерал-фельдмаршал. Великая Отечественная война Во время вторжения в СССР Федор фон Бок получил командование группы армии «Центр», основной задачей которой был захват Москвы. В подчинении у него были самые мощные танковые группы «Гота» и «Гудериана». Был сторонником достойного обращения с населением оккупированных территорий, так как считал, что в противном случае произойдет падение дисциплины в войсках. Из дневниковых записей Федора фон Бока следует, что перед нападением на СССР он считал Советскую армию несерьезным противником, а славянские народы некультурными. В этом отношении у него не было никаких противоречий ни с Гиммлером, ни с Гитлером. Хенинг фон Тресков обратился к Федору фон Боку с предложением принять участие в покушении на Гитлера. Однако, это предложение Федор фон Бок отклонен. В декабре 1941 года Федор фон Бок открыто критически высказывался о положении на фронте, что вызывало явное неудовлетворение Гитлера. За провал наступления на Москву и последующий зимний кризис Гитлер возглавил ответственность на ее нералитет, в целом на Федора фон Бока в частности. 19 декабря 1941 года на основании провальной зимней кампании и отступления немецких войск под Москвой он был отстранен от должности командующей группы армий «Центр» с официальной формулировкой «Отпуск по состоянию здоровья». 18 января 1942 года после внезапной смерти Вальтера фон Рейхенау был назначен командующий группы армии «Юг». В июле 1942 года произошли новые серьезные разногласия с Гитлером. Федор фон Бок критиковал раздробление группы армии «Юг» на Сталинградское и Кавказское направления во время летнего наступления. 15 июля 1942 года он был отстранен от командования группы армии «Юг» с официальной формулировкой по болезни и отправлен в резент фюрера. После смещения Федор фон Бок тяжело переживал свою отставку и вынужденное бездействие. В 1942 по март 1945 год он жил в своем имении в Пруссии. Критически отзывался от стратегии ведения войны германами военными политическим руководством, стремившимся навязать противнику решающее сражение, не имея сформировавшихся резервов. Указывал, что готовящаяся операция «Цитадель» может стать повторением сражения у Вердена, обескровившуюся Германию армию в 1916 году. В апреле 1945 года с фельдмаршалом Манштейном провел ряд встреч с Карлом Денецем, пытаясь добиться передачи власти в руки военных и немедленного осуществления политических решений, способных сместить катастрофические последствия поражения в войне. 3 мая 1945 года машина, в которой ехал Федор фон Бок с женой, попала под обстрел английского самолета на Кильском шоссе. На следующий же день Федор фон Бок умер в госпитале от полученных ран. Ера 15 марта 1898 года лейтенант 10 сентября 1908 года обер-лейтенант 22 марта 1912 года капитан 30 декабря 1916 года майор 18 декабря 1920 года подполковник 1 мая 1925 года полковник 1 февраля 1929 года генерал-майор 1 февраля 1931 года генерал-лейтенант 1 марта 1935 года генерал-пехоты 15 марта 1938 года генерал-полковник 19 июля 1940 года генерал-фельдмаршал 20 марта 1 февраля 32 года генерал-пехоты 30 марта